Итак, мы находимся в городе Иваново. Как я и обещал, сегодня мы покатаемся по этому городу. Переночевали мы в местной гостинице прямо в городе. Приехали поздно, но номера были. Город в отличие, скажем, от Костромы или того же Ярославля. Очень зеленый. Итак, предлагаю вместе с нами прокатиться по улицам Иваново. И оценить, что это за город. И в созвездии городов России звездочка Иваново горит. Веселые пестрые ситцы, над ними невластны года. Ведь них и сегодня хранится Живая земли красота. В них яркая радуга красок На самый изысканный вкус. Все так же проста и прекрасна Щедра богатырская Русь. Где родиться мы не выбираем, Но в неброском ситцевом краю. Так же, как в столице день встречаем, Так же любим родину свою. В ручейках реки живая сила, Лишь народ судьбу страны творит. И в созвездии городов России Звездочка Иваново горит. Великая наша держава, Чье имя не меркнет веках. Манчестер русского слава Сегодня в надежных руках. И смотрится веселый молод, Спокойное зеркало вот. Рабочий студенческий город, Которому меньше двухсот. Где родиться мы не выбираем, Но в неброском ситцевом краю. Так же, как в столице день встречаем, Так же любим родину свою. В ручейках реки живая сила, Лишь народ судьбу страны творит. И в созвездии городов России Звездочка Иваново горит. И в созвездии городов России Звездочка Иваново горит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И вот мы подъезжаем к одной из главных достопримечательностей города. Магазин Рио, Ивановский трикотаж. Цены в магазине на этот трикотаж достаточно низкие. Мы были удивлены, просто мы знаем, какие цены на Камчатки. Ну, здесь, не знаю, там в три-пять раз дешевле все. Вот нас запускают на стояночку. Вот это сам огромный магазин. И, как видите, стоят масса-масса автобусов. Люди приезжают специально в этот магазин со всех городов России. Ну, центральной, по крайней мере, России. Это все челноки приехали за тряпками. Я их так называю. Ну, естественно, мы зашли. Много, конечно, ничего набирать не стали. Мы чисто для себя кое-что взяли и все. Вот, прошу обратить внимание на эту фотографию. Вот он, товарищ. Вот там его в машине закопался, его почти не видно. И как он все это будет укладывать в эту маленькую машинку, я не представляю. Ну, ему надо. Итак, вновь едем по улицам города. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, прямо это будет в окно уходить, это будет воник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выезжаем из города Иваново. И направляемся в направление в наш город Владимир. И вот, если обратили внимание, плакаты висят над дорогой, что жизнь важнее. Вот битый, не битого везет. Вот еще один плакат такой же. Водитель помни, жизнь важнее скорости. Видимо, все это связано с тем, что, возможно, аварийность большая. Потому что ивановские водители водят безобразно. Просто безобразно. Пусть не обижаются на меня ивановцы. Но это факт. Вот такие водители в Иваново еще мы заметили в Иркутской области. Город Суздаль. Мы его с нетерпением ждали. Это не доезжая Владимира. И вот такая вот здесь картина. Просто вот столько машин стоит. Практически припарковаться где-то поблизости от тех мест, которые хочется осмотреть, невозможно. Мы попытались найти место для парковки. Ничего у нас не получилось из этого. И мы, в общем-то, решили, что не судьба. И, в общем-то, ищем место выезда из этого, из Суздали. Как бедные жители там живут, вообще непонятно. Совершенно непонятно. Здесь свободно, но отсюда идти километры пешком куда-то, в общем, мы решили, что обойдемся. Хотя, если кто, конечно, желает, конечно, могут все-таки и пройтись. Здесь пробка организовалась, пришлось развернуться и искать другой выезд. Вот ищем выезд из города. Не понимаю, как тут люди, вот местные, как живут. Вот это вот постоянно, вот это безобразие. Хотя бы какую-то организовали бы большую стоянку, что ли. Вот все километрами занято, все места. С левой стороны, там стоянка запрещена. Ну все, выезжаем. Выезжаем мы из города Суздаль. И наше направление город Владимир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот на горизонте Владимир. Это город, который мы давно хотели посмотреть. Ни разу в нем не были. Но много наслышаны. Особенно хотели попасть в ворота. Там они, по-моему, золотые, что ли, называются. Вот въехали в границу города. Город нам, скажу сразу, очень понравился. Он не может не понравиться. Но единственное, что подпортило, конечно, начался дождь. Ну что, едем по городу. Вместе смотрим. Я оставляю снова города. Наверное, я по-прежнему ищу себя. Наверное, дорога — это дом С бегущими огнями за окном Горячий чай — это новые друзья И разговоры просто ни о чем У каждого из нас своя судьба И много тратим время, на что почем У каждого из нас своя судьба И много тратим время, на что почем Оставляем день за днём Да на коне не всяк Кто за кем поток Да нет пути назад Кто-то устает от бед А кто-то счастье ждёт Где найти ответ Да лишь поток и слов Оставляя день за днём Да на коне не всяк Кто за кем поток И нет пути назад Кто-то устает от бед А кто-то счастье ждёт Где найти ответ Да лишь поток и слов Дождь то есть, то нет Вот там даже небо просматривается А дождик всё равно присутствует Вот мы приближаемся Как раз к тем самым воротам Знаменитым Вероятно, когда-то это был Въезд в город А кто-то с верой смотрит В небеса Вот такое вот старинное строение У каждого из нас Своя судьба Расписанная жизнь Пейзажем сна И после сорока Быстрее река В городе так же Как мне кажется Храмов не меньше, чем в Суздале И очень важно нам найти свой дом Ну в общем, всё приятно Очень понравился город Течёт куда-то вдаль За горизонт И что интересно Идёт дождик Люди ходят Даже без зонтиков Спокойно Никто никуда не бежит Ну дождик тёплый Что в общем-то для нас Жители Камчатки В общем-то странно У нас если дождь Что холодно У нас не бывает Тёплых дождей А кто-то счастье ждёт Где найти ответ Прекрасно Ну что, проедемся ещё По городу ещё посмотрим А кто-то счастье ждёт Где найти ответ Да лишь поток и слов Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот мы выехали из Владимира Дождик закончился Правда это ненадолго Уже где-то в Муроме Опять пошел сильный дождь И продолжать запись было Бесполезно Все равно ничего не видно Поэтому На городе Владимир мы свой Так сказать репортаж Заканчиваем Дальше было Вот видите опять пошел дождь И через Рязань мы вернулись в исходную точку В Тулу На этом все на сегодня В мире не гроша Дожди, дожди проходят стороной Лишь по ночам мелькнут зорницы вдалеке Лишь по ночам мелькнут зорницы вдалеке